всем привет дорогие друзья и хорошего вам настроения с вами рэй мы продолжаем играть черепашки ниндзя легенды так сегодня у нас воскресенье завтра же будет понедельник новая неделя и мы будем переводить одного из персонажей в плотиновый ранг очень ребята много от вас я получил рекомендации практически все 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 персонажи вплоть до змея карай пиццелий там очень много разных черепашек причем разных видов именно там и ролевые и классические очень много ребят но если честно вот большинство большинство пока вот на данный момент проголосовала знаешь за кого проголосовала за рафаэля ролевого как ни странно да другая половина проголосовала за леонардо видение вот за пиццелийцева тоже пару человек я точно видел ребята бэйприл кунаичи тоже просит чтобы я ее прокачал общем это еще есть время и обязательно как говорится голосуем а я уже почитаю голоса кто-то говорит что у меня очень мало хилов и надо переводить хилов в плотину ранг ребят но я вам скажу что в данный момент вот на моем уровне и я могу обходиться без платиновых хилов вот так вот как бы перебьюсь так ну что давай тогда мы наверное сделаем следующим образом быстренько пробежимся по испытаниям но пробежимся мы знаешь как вскользь а точнее мы с тобой сейчас просто наберем 530 жетонов и приобретем свой определенное количество а точнее три штуки днк для нашего пита и останется еще просто разочек насобирать 530 жетонов и все ребята он будет у нас прокачан так ну что уже 400 есть так 437 450 460 сейчас уже будет 500 а уже 500 ребята и так надо еще один открыть вот так вот в принципе ребят давайте тогда добьем еще пять попыток будем добивать наши жетоны все полностью без остатка ну что вроде бы все да сыр у нас закончился ну а мы переходим в магазин в предметы жетоны и приобретаем и приобретаем с тобой три днк ну что я думаю через серию другую у нас уже пит будет прокачан в платиновый ой в платиновый фул звезды все пять звезд так ну что друзья давайте тогда на пройдем быстренько серию испытаний пробежим начинается у нас новый круг новый круг новый круг круг сейчас мы быстренько его пробежим так сегодня у нас будет только лишь одна игра ребят потому что я только с работы пришел на моих часах 10 часов 30 минут поэтому засиживаться не буду и видосик на этот все таки будет выложен либо с утра либо уж и завтра а завтра вечером потому что опять же я только приду вечером после работы такс ну что давай наверно сюрекина и сюда глупим и ракеты хорош так не упал у нас урок стади теперь готов а если ракетами бомбану замечательно что на ракет его вырубили вырубили и даже имя не спросили так ладно здесь мы прошли очередное задание у нас какой идет это сразиться в сложных боях в легких поэтому как обычно начинаем прокачивать нашего кролика так нам не хватает найти двух комиксов так один комикс я нашел а второго пока нету а вот и второй комикс так ну что комикс и тогда есть значит нам нужен с тобой нож для пиццы 10 штук один нашли так 2 3 4 5 6 6 7 8 так вам нужно 10 так 9 и последний сейчас найдем так и последний нож нашли 10 так нам нужно будет еще найти 12 кружек но это уже будет следующей серии так ребята ну что у нас турнирная арена как видишь рамку нас 59 мы опять с вами в лиге мастеров две звезды нас постоянно сбрасывает ему постоянно с тобой туда бежим обратно 1 2 3 кто-то говорил рэй возьми пожалуйста возьми пожалуйста говорит донателло меня же говорит бесит когда рэй берет рафаэля в майки и донни а леонардо не берет вот специально для тебя взял чтоб тебе кажется не бомбила на этот раз так мы что делаем вертушку так делаем вертушку я наверно сюда пробивным попробую слабенько тогда сделаем провокацию на рафаэля сделаем сюрикены от донателло так минус бивов ой не пугай меня рок стади не смеши не смеши меня я так смешной все друзья довольно легко и быстро она и только начало конечно так сейчас посмотрим слушаем 59 на 46 в принципе неплохо вот только хочется опять получить 17 есть так беру макмана и бакстера и наверное вот так нет жирно слишком подписчику который говорит я не помню как звать персонажа похоже на змею и руки как змеи это змея карай слушай знаешь что у нас вот зачем он хиляется если я ничего не сделал у нас броня ребята пониженная упал 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 опа так а теперь наша очередь 1 двадцать три с три плюшки ребята и все и они отдыхают ну а мы с тобой двигаемся дальше и переходим на а вот Вот здесь вот очень мало, ребят, всего лишь 5 ступенек перепрыгнули. Всего лишь 5 ступенек. Ну что, я тогда возьму Крэнга и, пожалуй, возьму Усаги. 17 откатов. Ребят, 17 откатов у нас в данный момент. Я специально попробовал подкопить чуть-чуть побольше откатки. Рекламу только посмотрел, всего лишь 2 штуки, остальное не далось. Пусть, как всегда, реклама недоступна и все в этом плане. Давай добивай Крэнг. Чего уж нам тут на них любоваться. Я вот боюсь, что завтра я приду вечером, ребят, с работы, и мы с вами не получим награду. В 75 платиновых осколков, потому что так же скинут нас на 2 ступеньки. Ну, то есть, Лига Мастеров, 2 звезды. Вот чего не хотелось бы. А подкорректировать я это никак не смогу на работе. Да. К сожалению. Так, ну что, я возьму тогда Армагуна и, наверное, возьмем Супершреддеры. Пока справляемся своими силами. Но нам приходится по 2 бойца. По 2 мощных бойца выводить, конечно же, из нашего отряда. И долго это, естественно, продлеваться не может. Оу, щит. А вот это плохо, ребята. Вот это плохо. Блин, он практически всех вылечил. Ну, молодец Армагун. Армагун, кстати, нас здесь не подвел. Все-таки смог их добить. Несмотря на то, что Майки захилял практически их по фулке. Там чуть-чуть не долечил их. Так, сколько у нас? 24 позиция. Сколько примерно нам нужно будет боев? Ну, в лучшем случае 2, в худшем случае 3. Я возьму Лео. И я возьму, наверное, Супершреддера здесь. Лео Супершреддер. Но здесь меня, знаешь, кто смущает? Меня здесь смущает Карай. Чем? Ну, тем, что, во-первых, ребята, у него очень большая инициатива. И, скорее всего, она будет ходить первой. Поэтому вместо слабых я взял более-менее таких прошаренных ребят. 70-го ранга. Давай, Лео, жги. И Лео зажег. Зажег по полной программе. Ну, а мы двигаемся дальше и смотрим. Давай 14-ю позицию. Спасибо. Спасибо за 14-ю позицию. И, пожалуйста, 17-24. Можно мне? Вот. Есть. Но, опять же, тут Микеланджело. Опять же, тут Микеланджело. Поэтому нам придется сделать по старой схеме. То есть, я беру Супершреддера. Если Супершреддер повесит постепенный урон на Микеланджело, вот на этого, то выжать у него шансов 0. А вот если он не повесит... Отлично. А вот если он не повесит, тут два расклада. Либо он применяет против нас уклонение. То есть, своих забафает, да? Либо он может, как в тот раз, помнишь, просто подойти и нунчаками звездануть. Тоже вариант такой, не очень хороший. Либо захилять. Но хил, как по мне, я бы не применял. Почему? Потому что незачем. У тебя все персонажи целые, и ты будешь тратить хил. Хотя, искусственный интеллект здесь может, ребята, сделать. Ну, какой интеллект? Вряд ли тут какой-то искусственный интеллект. Тут просто программа написания скриптов. Есть. Бомбить того-то при таком-то количестве хп и так далее и так подобное. Понимаешь? Или рандомчик какой-нибудь. Все. Чтобы тут что-то искусственный интеллект какой-то присутствовал. Конечно же, этого не будет здесь. Ну что, друзья, в принципе, пока у нас все хорошо. Я просто жду, не дождусь, когда мы перейдем уже в Лигу Мастеров 3 звезды. А вот оно и произошло. И вот теперь нужно как минимум, ребят, как минимум мне добраться до трех... Не трех звездочек, а до трех этих... Да почему до трех-то? До 50-го места. Полтинник, короче, мне нужно, ребят, заработать здесь. Вот что. Полтинник. То есть 50-й ранг должен быть как минимум. Да и то не факт, что нас не сбросят за то время, когда я буду на работе. Ну что, углупляем. Слушай, ну красавцы. Красавцы, ребят, вот эти кролики бомбят очень некисло. На своем-то уровне, еще раз повторяю, ребят, а у них уровень сегодня 91-й. На сотки, я думаю, они будут выносить просто с одного удара. Вообще никого не оставляют здесь на полевой. И мы это проверим скоро. Так, что у нас 81-е место. 81-е место, и я возьму... Вот, ребята, когда есть выбор такой, да, очевидный, всегда берите меньше. Меньшее количество по рангу. Ну, вот тут, например, еще 79-78. 17-24 и 17-24. Лучше возьми где меньше, тут у тебя, как говорится, больше шансов вольнуть быстрее всех и выжить при этом. И получить те же самые количество кубков. Понимаешь, знаешь, у меня? И, как бы, инициатива. Инициатива намного меньше у 77-х, чем у 79-х. Так что... Оу, только не по морзилке, пожалуйста. А он именно по ней звезданул. Так, кожеголовый, ты не подведешь меня? Да, конечно, не подведет. Опа! А это что за... А, у него уклоняха! Давай тогда провокацию брать. И хильнемся. Так, усиливать себе атаку. Массовые атаки пошли. Вау! Хана ушатал. Ёк-макарек, ребята, он ушатал Хана. Да. Вот так вот бывает. Ну, ты прикинь, да, у него инициатива какая. Он за раз делает два хода. Это разве справедливо? Нет, конечно, ребят. За какой-то промежуток короткий времени он делает два хода. Не давая моим бойцам что-то сделать. Даже хода. Офигеть, можно. Так, хорошо. Давай добивай Армагон, я верю в тебя. Хотя Дантелл крайне, может быть, и выживет. Нет, не выжил. Он не выжил. Ну, и мы тогда продвигаемся дальше, смотрим, какое место мы занимаем здесь. И это будет у нас 62-й, наверное. 63-й. Окей. Так, ну что, я возьму, наверное, Лео плюс Армагон. Лео плюс Армагон. Ага. Вот здесь, кстати, тоже у нас могут быть потери. Ну, Армагон, понятно, он, по-моему, будет ходить первым здесь. Ну, Леонардо. Ага, успевает. Тогда все нормально. Тогда все the best. Ребят, получилось у нас. Я просто подумал, что после Армагона Леонардо не будет ходить. В связи с тем, что инициатива его подкачает. Но нет, все нормально. 56-я позиция. Так. Уже. О, Эренаки. Какая милая Эренаки, а? Прям милашечка, а? Да, кстати, вот про этого Микеланджело тоже было пару голосочков. Про Микеланджело ролевого. Ну, типа, у него массовые атаки, плюс он снимает дебафы. Ну, в принципе, он как бы, да, хорош. Но я тебе скажу следующее, что все Майки, они слабы по атакам. Поэтому то, что у него есть массовая атака. Тихо, тихо, тихо. Что у него есть массовая атака. Она не очень, как бы, тебе сказать, продуктивная. У него две. У него вот первая была сейчас шарик, которую ты видел, да? Разбрасывает. А вторая стрелами он стреляет. Опять же, ну, с резиновыми наконечками. То есть, понижает еще атаку. Ну-ка, давай-ка я вот эту команду возьму. Возьму здесь Слэша и возьму Крэнга. Но Слэш, Слэш, насколько я помню, не особо блещет у нас инициативой. Насколько я помню. Крэнг, да, Крэнг. Красавчик, а вот насчет Слэша почему? А, Слэш. Слэш переплевывает Крэнга по инициативе? Да ладно, как такого можно сказать? Он же в других боях у меня всегда ходил чуть ли не последним. Что происходит, я не понимаю. У меня убивает Слэш. Такой здоровый, а такая маленькая голова у него. Так, друзья мои, неужели мы с тобой перейдем сегодня в топ? Что-то идет дело, по-моему, к этому, ребята. К топчику. А, нет, не получится. И не получится по простой причине, что у нас с тобой всего лишь два отката. Было бы откатов четыре еще, ну, помимо вот этого, что мы потратили. Тогда был бы шанс. А так... Да, в принципе, даже если мы и в топ не войдем, все равно, ребята, двадцатая там или десятая позиция, это тоже хороший результат. Это я тебе говорю. Это я тебе говорю как рейдщик, поверь мне. Ну, давай пятнадцатую. Нет, двадцатая. Ну, вот что тут можно, например, сделать? Если даже взять вот эту команду. Если даже взять вот супер-шреддеры. Раз, два, три, четыре. И попробовать. Блин, ну это такой риск. Это просто, ребята, не знаю. Причем, Эйпл Куна Ича здесь еще есть. Который любитель хилять. Ну, отлично. Прекрасно. Добивай. Да я просто, ну. Прикинь. Я специально, друзья мои, взял этому супер-шреддеру, чтобы откатов оставалось у меня побольше. Ну, у меня там один откат остался. И, возможно... Блин, одиннадцатая позиция. Одиннадцатая позиция. Так, здесь, если мы возьмем вот эту команду. Опять же, попробуем сейчас взять супер-шреддеры. Раз, два. Ну, тут, конечно... Мой риск очень большой. Огромный прям, ребят. И то, что здесь еще Макман. Допустим. В кого он победит? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что же вы вытворяете, гаденыши? Давай, Донни. Красавчик ты мой, Донательчик. Молодец. Выкосил их все-таки. Ребята, ну это было круто. А позиция... Вот и все. Друзья. Вот и все. Лига мастеров топ. Прикинь. Я думал, что не возьмем. А мы взяли. Мы же красавчики. Мы же все красавчики, ребят. Ну что же. Давай посмотрим теперь, есть ли у нас определенное количество мутагена для того, чтобы прокачать наших кроликов. У нас 27 тысяч. По-моему, не хватит, да? Хватит. 92 уровень они получают. Так, у нас еще есть пицца. Я могу. Там немножко пиццы всего лишь. На один разок. Зато одну кружку мы с тобой все-таки прихватили. И здесь забираем остатки роскоши. Ну что, дорогие друзья. Я считаю, что славно сегодня повоевали. И завтра, я думаю, все-таки будут у нас осколочки. И завтра же мы переведем персонажа в платиновый ранг. Еще одного. Так что, друзья мои, всем пока, всем удачи. И до новых скорых видосиков. Мутанты-ниндзя, черепашки-мутанты-ниндзя. Юные таланты. Чувак! Поприветствуем юных зеленых ребят. Поначалу спасают всех, сами почти не спят. Очень крутые, их дом далеко под землей. Не унывая, поедают пиццу горой. Ничто не остановит этих чуваков. Ведь уровень мастерства довольно неплох. Они скрывались в тени, но время сделать ход. Герои лавры. Злодеев расход. Леонардо, лидер в синем он. Его кредо по жизни, ниндзя закон. Донателло обожает изучать машины. С Рафаилом никогда не будет грустной мины. Микеланджело просто неповторим. На любой вечеринке он номер один. Мастер-сплинтер, конечно, научит всему Эту безбашенную черепашу команду. Черепашки-мутанты-ниндзя. 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 Юные таланты. Черепашки-мутанты-ниндзя.